Книга «Открытым оком». Тема мусульманства. Вопрос 3806-26 том. Почему такие строгие законы были у евреев и ныне у мусульман в отношении девства? Целомудрие неприкосновенности девицы до свадьбы? И почему ныне это никак не ценится, а даже подвергается смеянию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапки. Грех и стыд связаны. Адам и Ева не стыдились и были оба наги. Но как только согрешили, отношение к наготе у них сразу же изменилось. У них появился стыд. Откуда и почему? Бытие 3 глава 10 по 13 стих. Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольтил меня, и я ел». И далее змей через распаление посягает на стыд и целомудрие. Стихотворение Долго ночью вчера я заснуть не могла. Я вставала, окно отворяла. Ночь немая меня и томила, и жгла. Ароматом цветов опьяняла. Только вдруг шелестнули кусты под окном. Распахнулась шумя занавеска. Им летел ко мне юноша, светел лицом. Точно весь был из лунного блеска. Разодвинулись стены, светлицы моей. Колонада за ним... За ними открылись. В пирамидах изрос вереницы огней. В алебастровых вазах светились. Чудный гость подходил, все к постели моей. Говорил он мне с кроткой улыбкой. «Отчего предо мною? С подушкой... В подушке, скорее, ты нырнула испуганной рыбкой. Оглянися, я Бог, Бог видений и грез. Тайный друг я, застенчивый девы. И блаженство небес я впервые принес для тебя, для моей королевы». Говорил, и лицо он мое откровал. От подушки тихонько, руками. И щеки мои край горячо целовал. И искал моих уст. Он устами. Под дыханием его обессилил я. У груди разомкнулись руки. И звучал в ушах. «Ты моя, ты моя!» Точно арфы далекие звуки. Протекали часы. Я открыла глаза. Мой покой уже был. Облиц зарею. Я одна, все дрожу. Распустилась коса. Я не знаю, что было со мною. 1857 год. Аполлон Майков. Бытие. 34 глава, 2 стих. И увидел ее Сихем, сын Емора Евьянина, князя Землито, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей дине насилие. И если бы учили деток из Библии святость и целомудрию, то святость в браках возвышалась бы, а печать девства охранялась бы со всей строгостью. Стихотворение. Из первых книг, из первых книг, которых позабыть не смею, училась думать напрямик, и по-другому не сумею. Из первых рук, из первых рук я получила жизнь, как глобус, где круг зачеркивает круг, и рядом с тишиной пропасть. Из первых губ, из первых губ я поняла любви, всесильность. Был кто-то груб, а кто-то глуп, но я с ними, с ней носилась. Но я не с ними, с ней носилась. Как скрытый смысл, как хитрый лаз, как зверь, что в заперти томится. Во всем таится первый раз, и в нас до времени таится. Но хоть чуть-чуть очнется вдруг, живем, как истинные живые, из первых книг, из первых рук, из самых первых губ впервые. 1972 год. Рима Казакова. Исход, 22 глава, 16 стих. Если обостит кну девицу не обрученную и переспит с нею, пусть даст ей вену и возьмет ее себе в жену. Второзаконие, 22-29. То, лежавший с нею, должен дать отцу от кровицы пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женой, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. На перевернутый ящик села худая, как спица, дыл да девица, рядом плечистый приказчик. Говорят, говорят, в глазах пламень и яд, вот-вот, она в него зонтик воткнет. А он ее схватит за тощую ногу и, придя окончательно вражь, забросит ее на гараж через дорогу. Слава Богу, все злые слова откипели. Заструились тихие трели. Он ее взял, как крупкий бокал, деловито за шею. Она повернула злодею свой щучий овал. Три минуты ее он лобзал. Так что камни под ящиком томно хрустели. Потом они яблоко ели. Он куснет, а после она. Потому что весна. Саша Черный, 1932 год Не гордитесь, красные девки, ваши взоры нам из девки. Не беда, коль одна из вас гордится. Можно сто сыскать, влюбиться завсегда. Сколько на небе звезд ясных, сколько девок есть прекрасных. Ведь не впрямь об вас вдыхают. Все в один обман. Александр Петрович Сумароков Осия, 7-6 Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекахлис их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Стихотворение Не робей, краса младая. Хоть со мной наедине. Стыд ненужный отгоняя. Подойди, дай руку мне. Не тепла твоя светлится, Не мягка постель твоя. Но к устам твоим девица Я прильну, согреюсь я. От ни скромного невежды За на весь окно платком. Ну, скидай свои одежды, Не упрямься мы вдвоем. На пирах за полной чашей Я клянусь не расскажу. О взаимной страсти нашей Так скорей же я дрожу. О, как полный, как прекрасный! Груди жаркие твои, Как румяный сладострастный При мгновениям любви. Вот и маленькая ножка, Вот и круглый гибкий стан. Под сорочкой лишь немножко Прячешь ты свой талисман. Перед тем, чтобы лишиться Непорочности своей Так невинна ты, Что мнится, Я любя тебя, злодей. Из гор зло склоненный На колено, Будто молит пощадить. Но ужасным друг мой Лена Миг один не может быть. Полон сладким ожиданием. Я лишь взор питаю свой. Ты сама, горя желанием, Призовешь меня рукой. И тогда душа забудет все, Что в муку ей дано. И от счастья нас разбудит Истощение одно. Михаил Юрьевич Лермонтов Второе царство, Тринадцатая глава, С одиннадцатой по шестнадцатый стих. Он схватил ее и сказал ей, Иди ложись со мною, Сестра моя. Но она сказала, Нет, брат мой, Не бесчести меня, Ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия. И я куда пойду, Я с моим бесчестьем. И ты, Ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, И он не откажет отдать меня тебе. Но он не хотел слушать слов ее И преодолел ее, И изнасиловал ее, И изнасиловал ее, И лежал с нею. Потом возненавидел ее Амон, Амнон, Величайшую ненавистью. Так что ненависть, Какую он возненавидел ее, Была сильнее любви, Какую имел к ней. И сказал ей Амнон, Встань, уйди. И Фомаль сказал ему, Нет, Прогнать меня это зло больше первого, Которое ты сделал со мной. Но он не хотел слушать ее. Стихотворение Склоняясь я к юному Христу, Его Мария осенила, Любовь небесная затмила Ее земную красоту, А он в презрении глубоком, Уже вступая с миром в бой, Глядит вперед, Ясным оком Голгоф увидит пред собой. 1858 год Алексей Константинович Толстой Мадонна Рафаэля Стихотворение дальше Следующее Любить, молиться, петь, Святое назначение, Души, тоскующие в изгнании своем, Святого таинства, Земное выражение, Предчувствие и скорбь О чем-то неземном, Предание темное о том, Что было ясным, И упование того, Что будет вновь, Души, настроенные К созвучию с прекрасным, Три вечные струны, Молитва, песнь, любовь. Счастлив, кому дано Познать отраду вашу, То чашу радости И горькой скорби чашу Благословлял всегда С любовью и мольбой, И песней внутренней Был арфою живой. 1839 год Петр Андреевич Вяземский 1 Тимофея 2 глава 9 по 10 стих Чтобы также жены В приличном одеянии Со стыдливостью и целомудрием Украшали себя Не плетением волос, Не золотом, Не жемчугом, Не многоценную одеждою, Но добрыми делами, Как прилично женам, Посвящающим себя Благочестью. Стихотворение Томясь я сидел в уголке, Опрыскан душистым горошком, Под белую ночью в тоске, Стыл черный канал за окошком, Диван я, Роэль и бюро, Мне стали так близки мгновения, Как сердце мое и бедро, Как руки мои и колени. Особенно стала близка, Владелица комнаты Алла, Какие глаза и бока, И голос, Как нежный жал. Она целовала меня, И я ее тоже, Обратно, Следя за собой, Как змея, Насколько мне было приятно. Приятно ли так же и ей, Как долго возможно лапзаться, И в комнате стало белей, Пока я успел разобраться. За стенку сдержанный бас, Ворчал, что его разбудили, Фитиль начадил и погас, Минуты безумно спешили. На узком диване крутом, Как тело горело и ныло, Шептался я с Аллой о том, Что будет, что есть и что было. Имеем ли право любить, Имеем ли общие цели, Быть можем случайно и прыть, Связала нас на две недели. Потом я чертил в тишине, По милому бюсту орнамент, И Алла нагнулась ко мне. Большой ли у вас темперамент? Я вспыхнул и спрятал глаза, Шуршащие мягкие складки, Согнулся, как в бурю лоза, И долго дрожал в лихорадке. Страсть темной ямы за мной, Второй вас захватит и третий, При том же от страсти шальной. Нередко рождаются дети. Сумеем ли их воспитать? Ведь лишних и так миллионы. Не знаю, какая вы мать, Быть может, вы вовсе не склонны. Я долго еще тарахтел, Но Алла молчала устала. Потом я бессмысленно ел Пирог и болтавское сало. Ел шпрот, редиску и кекс, И думал бессильно и злобно, Пока не шепнул мне рефлекс, Что дальше сидеть неудобно. Прощался в тоске, целовал, И было все мало и мало, Но Алла смотрела в канал, Безгривый, гордый и вялый. Изводчик попался плохой, Замучил меня разговором, Слепой и немой, и глухой, Блуждал я растерянным взором. По мертвой, по новой неве, По мертвым и новым строениям, И было темно в голове, И в сердце росло сожаление. «Изводчик, скорее назад!» Сказал он в испуге жестоко. Я слез и пошел наугад, Под белым молчанием глубоким. Горели уже облака, И солнце уже вылезало, Как тупо влезало в бока Смертельно щемящее жало. 1910 год. Саша Черный Сирахова, 10 глава, 8 по 11 стих. Отвращай око твою От женщины благообразной, И не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились с пути Через красоту женскую. От нее, как огонь, Загорается любовь. Отнюдь не сиди с женою замужнею, И не оставайся с ней на перу за вином, Чтобы не склонилась к ней душа твоя, И чтобы ты не поползнулся духом В погибель.